Это праздник тех, кто ежедневно доказывает себе и другим, что невозможное возможно. Для них такие дни – еще один повод провести время с друзьями-единомышленниками, поделиться печалями и радостями. Хотелось бы пожелать всем силы духа, целеустремленности, ну и, конечно, здоровья физического, ну и духовно-естественного. Но главное, чтобы был у человека стержень и желание тех людей, которые рядом с ним, ему помочь. Торжественное мероприятие получилось по-настоящему радостным и искренним, хотя и не без споров о том, стоит ли называть праздником Международный день инвалидов. Это, конечно, надо сказать, что это все-таки праздник. Потому что праздник общения, праздник встреч, праздник просто увидеть друг друга в добром здоровье, по крайней мере, какое оно есть, по крайней мере, на сегодняшний день. Можно считать это и праздником, поскольку сегодня все-таки звучат и песни, и в нашем Доме культуры, и поздравления. А можно просто это воспринимать так, как еще раз обратить внимание на проблемы. Последние несколько лет органы власти разного уровня проблемам инвалидов уделяют особое внимание. Для нашей страны этот вопрос особенно актуален. По последним данным, в России каждый десятый человек с ограниченными возможностями. В Брянской области успешно реализуется программа «Доступная среда». Вот только по Брянской области 435 миллионов рублей было потрачено за 4 года на обустройство всех объектов инфраструктуры Брянской области элементами доступности. Собравшиеся в этом зале – самый яркий пример того, когда одни барьеры помогли преодолеть другие. Спортсмены и артисты, музыканты, художники и мастера прикладного искусства. Самым талантливым, активным и целеустремленным в этот день вручили почетные грамоты и подарки. Торжественная церемония продолжилась концертом. Артемий Маркелов, Иван Зюрев. События. Брянск.